Всем привет! С вами Тень и сегодня у нас на сцене робот Тифон, а точнее робот Тифон в ангаре на четырех огнеметах пятого уровня. Из модуля у меня Фотифайр и Овердрайв. Пилот Луи со способностью усмирения и конечно же механик. Ну и дополнительная способность это предосторожность Луи. Да-да-да, это тот самый Тифон, на котором я еще тестил Воспы и результат получился просто обалденным. Но сейчас у меня огнеметы, дистанция у них ниже и как вы уже заметили два необычных и два обычных, но это на урон никак не влияет, не уменьшает. Вот я даже сейчас Шелла прожарил просто в мясо, но посмотрим что будет дальше. Так, ну тут еще один Шелл пожаловал. Что ж, мне его никакого труда разобрать не составит, потому что у меня способность есть, у меня улучшенный Эггис есть, у меня четыре огнемета, ну плюс скорость со здоровьем. Ну это уже второстепенное, но в общем Шелл в данном моменте будет просто тряпкой. Вот и все. Шелл кипел, взорвался и в итоге бум, взорвался. Ну конечно это способность читерная, но все-таки. Оп, еще один Шелл. Хм, да просто шелломания тут какая-то началась. Ну он бум, блямс и пух. Да, сейчас он взорвется, но меня щит спас, как я уже говорил, щит на Тифоне это просто золото. Так, это курица, а теперь это уже петух, но я скажу ему нет, с помощью своей способности. Так что, сейчас мы тебя поджарим и будет очень и очень вкусно. Ммм, тут еще любитель мяса прилетел. Ах ты ж какой жадина, забрал у меня мой обед. Ну и ладно, забирай, мне не нужно. Я пойду в другую сторону охотиться на Цербера. Что ж, посмотрим Цербер как со мной справиться. У-у-у, Цербер просто сдул. Или, как говорится, поджал хвост. Но мы все понимаем, что Цербер это более слабая версия Тифона. Да при чем тут Цербер? С Тифоном справиться может не каждый робот. Поэтому в данной ситуации он сделал правильный выбор. Но неправильный выбор в пользу стороны. Он не туда побежал. Поэтому я попытаюсь его догнать. И у меня это получается. А вот и попался, который кусался. Но вреда мне не нанес. Но стал жареным бифштексом. Да, это был жареный бифштекс. Что тут происходит? А-а-а, я как раз успею к концу вечеринки. А точнее, скорпионных боев. Да, давно таких не видел. Вау, да тут просто кладбище роботов какое-то. Жаль, они не съедобные. Что ж. Значит, пожарим скорпионов и добавим их в супчик. Ммм, как вкусно. Надеюсь, вы тоже пробовали скорпионов. Ну, я имею ввиду и в игре, и конечно же в реале. Если да, то круто. Уф, прожарка не удалась. Так, ну мы его остановим, чтобы не мешал выполнять задачу, а точнее, приготовление моего обеда. Уууу, берегитесь. Я иду делать вкусные, сочные, мясные бифштексы. Да, ребята, я вас реально понимаю. Вы сейчас смотрите это видео и прям думаете о еде. Хм, конечно же, я вас понимаю. Ох, как я люблю беленькое, сочное, куриное мясо. Ммм, а тут оно чёрненькое. Ох, как мне захотелось. Вкусненького беленького куриного мяса. Ох, как я люблю беленькое, сочное, куриное мясо. Ох, как мне захотелось беленького, сочного мяса. Оу, ноу, мои огнемёты закончились, блин. Не дали мне куречку пожарить. Я так хочу поесть белого, сочного мяса. Ох, пойду сейчас, когда доиграю, пообедаю. Да, очень хочу есть. Оуф, моя способность нейтрализована. Какая досада. Оуф, что это было сейчас такое? Не понял. Китайские сервера какие-то. Ух. Ух, сейчас будет жареная шаранга. Ммм. Очень большой и очень, и очень беззащитный, к сожалению. И я снова бесполезен в этом мире, так как я тень, тень и тифон, тень и тифон, ок, ок. Но китайский сервер мне помог, ок, ок, ок. Смотрите канал Жареная Шаранга Плюс, и вы получите бесплатную подписку на канал Шэдоу Эспээээ. Хе-хе-хе, ну я действительно стал бесполезен в этом мире, перешёл в какой-то астрал, и стал просто пустым местом. Причём на тифоне. Хе-хе, а что, не так что ли? Ммм, чувствую, жареного муромца сегодня не будет. Жаль. Всё, повеселился, теперь пора жарить ароса. Точнее, это не арос, это арос осьминог. Да, точно, это арос осьминог. Не, это котлета, самая настоящая, зажарить её проще простого. Ладно, считайте, что я зажарил один из роботов, как нечего делать. Но я также надеюсь, что вы поставите себе такие же огнемёты, и будете жарить особо надоедливых врагов в настоящие бифштексы. Ну а я также надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал, будете смотреть все мои видосики, особенно самые полезные. Ну и, конечно же, желаю вам здоровья и удачи. И не забывайте есть полезную еду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!